Добрый день! Вы смотрите YouTube-канал Росконгресса и мы начинаем онлайн-конференцию, посвященную поддержке малого и среднего бизнеса в это непростое время. Ну что ж, мы все находимся в той или иной мере на карантине, на выходных, на каникулах и все из дома будем друг с другом общаться, поэтому конференция онлайн. Для поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства действительно введены многочисленные меры, в том числе на федеральном, на региональных уровнях. Участники дискуссии это представители компании EY или Ernst & Young для тех, кто не в курсе. И мы сегодня с уважаемыми экспертами обсудим те меры, которые сейчас государство предлагает для поддержки малого бизнеса. Ответим на ваши вопросы. Пожалуйста, в трансляции в YouTube Росконгресса, на канале Росконгресса, вы можете задавать свои вопросы. У нас будет время на эти вопросы ответить. Ну и, соответственно, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Росконгресса, ну и ставьте лайки, возможно дизлайки, если вас что-то не устраивает. Во всяком случае, проявляйте свою активность. Для нас это важно, ну и, соответственно, мы будем понимать, что мы делаем правильно, возможно, что-то неправильно. С удовольствием представлю наших гостей, а потом представлю темы, которые мы собираемся обсудить. Ну, как гостей, наших собеседников, поскольку мы все находимся, как и большинство жителей России, на удаленке, как и большинство жителей мира, надо сказать. Сегодня мы общаемся в таком составе. Дмитрий Бабинер, партнер, руководитель отдела корпоративного налогообложения в странах СНГ, компания EY. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Нестеренко, партнер, руководитель группы оказания услуг в области налоговой политики и разрешения налоговых споров СНГ, компания EY. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Юлия Тимонина, партнер, руководитель группы подготовки налоговой и бухгалтерской отчетности компании EY. Юлия, здравствуйте. Добрый день. Ирина Новикова, старший, менеджер департамент консультирования по управлению персоналом компании EY. Ирина, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Анна Савон, директор группы оказания услуг в области налогообложения частных клиентов компании EY. Анна, добрый день. Добрый день, коллеги. И Антон Шишкин, директор группы таможенного регулирования внешней торговли компании EY. Антон, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Вот мы заодно и связь проверили, все в порядке, мы на связи все участвуем в дискуссии. Темы для конференции обозначены, они, собственно, и в пресс-релизе, который Росконгресс рассылал всем своим партнерам. Ну, и я их обозначу просто, чтобы наши зрители понимали, о чем пойдет речь. Нам бы хотелось обсудить, во-первых, меры поддержки малого и среднего предпринимательства и отдельных отраслей, ну, прежде всего, в части уменьшения налогообложения. Вопросы подачи налоговой отчетности и отсрочки налоговых платежей, отдельные вопросы налоговой администрирования, это как бы такие смежные темы. Вопросы оформления оплаты труда в нерабочую неделю, важный вопрос для малого бизнеса. Налогобложение физических лиц по доходам, по вкладам и операциям с долговыми ценами бумаги УРФ, очень такая резонансная история, многие обсуждали. Меры регулирования международной торговли, установление налога в размере 15% при выплате дивидендов иностранным акционерам, частникам. Что и когда здесь может поменяться. Вот так мы обозначили темы, вопросы для обсуждения, поэтому давайте сразу и начнем. Я еще раз скажу нашим зрителям, задавайте вопросы, будем отвечать. Если вы представитель малого и среднего бизнеса, владелец бизнеса, у вас есть какие-то сомнения, проблемы, сложности, пожалуйста, не стесняйтесь, есть уникальная возможность пообщаться. Потом, сразу отвечая на первый появившийся вопрос в чате, после того, как мы поговорим, эта прямая трансляция превратится в видеофайл, и пожалуйста, вы сможете в записи это все пересмотреть, но уже не сможете задать вопросы. Давайте с первых двух тем, мы их так объединили с участниками нашей сегодняшней дискуссии, в одну, про меры поддержки МСП и отдельных отраслей в части уменьшения налогообложения, и про вопросы подачи налоговой отчетности и отсрочки налоговых платежей. Сначала начнем. Уважаемые коллеги, кто по этой теме начнет, потому что у нас есть несколько презентаций, ну и, соответственно, я задаю этот вопрос нашим уважаемым спикерам. С кого начать? Дмитрий, вы по этой теме или кому предложить? Давайте. Что здесь? Где здесь подводные камни? Да, пожалуйста. Коллеги, добрый день всем. Было сказано, что приняты меры, но на самом деле на сегодняшний день все-таки больше разговоров, ожиданий и проектов, которые присутствуют по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, нежели чем нормативно-правовых актов, которые приняты. Поэтому сначала давайте разберемся, что все-таки в поле правового регулирования действует на сегодняшний день. На первом слайде... Можно следующий слайд? У нас представлены как раз поправки, которые сегодня вот только что ТАСС сообщил и было подписано президентом и, соответственно, вступают в силу с 1 апреля настоящего года, которые расширяют полномочия правительства Российской Федерации. То есть не требуется внесение изменений в налоговый кодекс для того, чтобы поменять сроки проведения мероприятий налогового контроля, уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сроков администрирования налоговых платежей, штрафы, применение способов обеспечения исполнения налоговых обязательств. Все эти полномочия до конца этого года, они переданы правительству Российской Федерации. Я думаю, что многие из вас видели проект постановления правительства. Пока у нас на сегодняшний час нет информации, что это постановление подписано. И вот далее мы, соответственно, будем руководствоваться тем проектом, который имеет место быть. Также обращу ваше внимание, что главам и правительствам субъектов Российской Федерации предоставлено право также устанавливать сроки уплаты региональных и местных налогов. То есть здесь для оперативного воздействия на экономическую ситуацию, на права налогоплательщиков, компетенции от законодательных органов власти переданы исполнительным органам власти. Также обращу ваше внимание, что там, где преференции, льготы, изменения, регулирования предоставлено определенным группам налогоплательщиков. Все эти определенные группы налогоплательщиков должны определяться через коды АКВЭД по состоянию на 1 января 2020 года. Дальше, пожалуйста. Соответственно, что касается отраслей, они здесь перечислены. На сегодняшний день это 9 отраслей. Я думаю, что список, возможно, будет расширяться. Очевидно, что лоббистские действия наверняка проводятся. И действительно, те компании, которые пострадали от текущей экономической ситуации или которые, возможно, попадут только в негативную ситуацию, в дальнейшем будут изъявлять желание попасть в этот список, дабы воспользоваться теми льготами и преференциями, которые и мерами, которые будут устанавливаться. Но на сегодняшний день это 9 отраслей. Следующий слайд, который уже утвержден правительством. И на следующем слайде у нас представлены коды АКВЭД. Как я уже сказал, вы должны у себя проверить, если вы ведете деятельность в этих отраслях, попадаете ли, закреплены ли у вас соответствующие коды АКВЭД по состоянию на 1 января 2020 года. Следующий слайд. Так как наша аудитория наверняка может включать не только представителей компаний малого и среднего предпринимательства, но еще раз обращу внимание, собственно говоря, о ком мы сегодня говорим. Это меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Но обратите ваше внимание, что те меры, которые правительство предполагает принять, опять-таки, пока мы говорим о проекте постановления правительства, оно еще не подписано. И, может быть, оно, мы надеемся, будет подписано с более благоприятными мерами стимулирования и поддержки для малого и среднего бизнеса предприятия. Но на сегодняшний день это только субъекты МСП в тех отраслях, о которых мы раньше сказали. То есть вот на слайде это область пересечения окружности А и В. Соответственно, не все МСП могут воспользоваться всеми преференциями, которые установлены, а только те малые и средние предприятия, которые попадают в список отраслей, установленных правительством Российской Федерации. Ну и ниже у нас на слайде представлено, собственно говоря, а кто такие микропредприятия малые и средние. Критерии все понятны, 120-802 миллиарда рублей выручки. Но вот еще хотел бы обратить ваше внимание на следующем слайде по порядок вступления, признания компанией малыми и средними и исключения из реестра. Потому что малые и средние предприятия, которые будут иметь право на преференции, это те предприятия, которые включены в реестр по состоянию на 1 марта 2020 года. Здесь я бы хотел обратить внимание как раз для тех компаний, которые 3-2-3 года назад были малыми и средними предприятиями, а на сегодняшний день уже не выполняют этот критерий, у них выручка больше, либо численность персонала больше. Так вот, закон устанавливает, что чтобы быть исключенным из этого списка, вы должны 3 года подряд не соответствовать критериям малого и среднего предприятия. То есть я надеюсь, что будет все-таки та группа компаний, которые на сегодняшний день с точки зрения критериев малыми и средними не являются, но тем не менее они продолжают или должны продолжать числиться в этом реестре по состоянию на 1 марта 2020 года и, соответственно, будут иметь право пользоваться этими льготами. Поэтому обращаю ваше внимание, не смотрите формально, какая у вас выручка в 2019 году, какая у вас выручка в 2020 году, посмотрите внимательно на свою историю 2016, 2017, 2018 год. Может быть, вы все еще с точки зрения реестра числитесь или должны числиться малым и средним предприятиям, чтобы воспользоваться этой льготой. Но выявились уже, выявились и, предыдущий слайд, выявились и сложности, да, вот в том проекте постановления правительства, который мы видим, например, те предприятия, ну, я надеюсь, их по стране немного, но тем не менее, которые были созданы в феврале 2020 года, они под льготы не попадут, потому что они попадут в реестр только 10 марта, а у нас линия отсечения, она проходит по 1 марта. Значит, вот те малые предприятия, которые кто-то умудрился создать в феврале, они не попадут. Но мы надеемся, что все-таки правительство увидит эту оплошность в своем проекте, и эта ошибка будет исправлена. Следующий слайд. Теперь то, что уже не проект, а то, что вот, как мы только что узнали, президент подписал закон, и он с 1 апреля уже вступил в силу, это обещанное в виде обращения президента, это изменение страховых платежей. Надо не пугаться, обратить внимание, что в законе о поправках в налоговый кодекс там две отдельные нормы, которые устанавливают пониженные ставки для 2020 года, но на самом деле это действует норма, внесены изменения в 427 статью налогового кодекса, и эти изменения будут продолжены дальше, как и было указано президентом, без применительно каким-то ограничительным сроком. То есть для субъектов малого и среднего предпринимательства ставка страховых платежей, она снижена с 30 до 15%. Вот у нас в нашем слайде справа, может быть, чуть более технический комментарий, как это работает. Нижняя часть, те заработные в части МРОТа, здесь изменений нет, как было 30%, так вы и будете продолжать 30%. А вот изменение произошло, соответственно, на диапазоне суммы зарплат, превышающей МРОТ, но меньше предельной величины базы, вот здесь как раз произошло снижение с 30 до 15%. Ну, еще раз повторюсь, это уже вступило в силу, применяется с 1 апреля к выплатам за март 2020 года, применяются стандартные страховые значения взносов, а с 1 апреля уже будут действовать пониженные ставки на 15%. Но еще раз обращу внимание не на весь фонд оплаты труда у сотрудника, а только суммы, превышающие МРОТ. Следующий слайд, я передаю слово своей коллеге Юлии Тимониной, она более подробно расскажет о продлении сроков уплаты налогов и подачи отчетности. Коллеги, всем добрый день. Значит, у нас... Мы сейчас опять возвращаемся к еще не подписанному проекту восстановления правительства, которое устанавливает ряд дополнительных, скажем так, отсрочек по уплатам налогов и взносов, но, опять же, не для всех, а для тех компаний, которые и организаций, и индивидуальных предпринимателей, которые, во-первых, по состоянию на 1 марта 2020 года включены в реестр малосредних предприятий, и, во-вторых, ведут деятельность в тех самых наиболее пострадавших отраслях, про которые Дмитрий говорил ранее. Для таких компаний предусмотрены отсрочки по уплату налога. Во-первых, по налогам, относящимся к еще 2019 году, налог на прибыль, налог на УСН, единый сельхозналог, отсрочка предоставляется на 6 месяцев. Далее, все налоги, которые... И авансовые платежи по налогам, кроме НДС, это важно, за отчетные периоды, которые приходятся на первый квартал 2020 года, также предоставляется отсрочка 6 месяцев. Те платежи, которые приходятся на полугодие или на второй квартал 2020 года, на 4 месяца. И аналогично по страховым взносам исчисленных с выплат за период с марта по май 2020 года, также отсрочка 6 месяцев и 4 месяца, если мы говорим о выплатах за июнь-июль. Соответственно, также есть переносы сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организации и земельному налогу до 30 октября и 30 декабря 2020 года, соответственно, за первые и вторые кварталы. И здесь, соответственно, смотрим на конкретные регионы, потому что могут быть какие-то еще более хорошие условия предоставлены, и об этом коллеги чуть позже тоже скажут примитивно к Москве. Ну и, наверное, вопрос, который волновал всех достаточно сильно относительно сроков подачи налоговых деклараций, здесь у нас ситуация немножко другая. Здесь у нас есть, в принципе, для всех налогоплательщиков и налоговых агентов продление на 3 месяца сроков подачи налоговых деклараций, которые приходятся на период с марта по май. Но важный момент стоит в том, что откройка или продление сроков подачи декларации есть, но продление сроков или перенос сроков уплаты налога есть только для тех категорий налогоплательщиков, про которых я сказала ранее. Поэтому для всех остальных налогоплательщиков, налоговых агентов, да, действительно, можно подать декларацию позже, но налог надо посчитать и заплатить в установленные обычные сроки. Единственное, наверное, здесь еще комментарий, это то, что в силу нерабочей сначала недели, потом теперь у нас уже месяца до 30 апреля, и также есть еще дополнительная возможность подвинуть уплату или срок подачи декларации по налогу в соответствии просто с обычным налоговым законодательством. У нас есть ли в соответствии с теми изменениями в налоговый кодекс, которые были подписаны и приняты на этой неделе, нерабочие дни, если у нас срок подачи декларации или уплаты налога приходится на нерабочий день, соответствующий срок переносится на первый рабочий следующий день. У нас была определенная коллизия в течение всей этой недели, потому что ранее налоговый кодекс оперировал исключительно понятиями выходных и праздничных нерабочих дней в этом контексте, и поэтому была неясность, а вот те нерабочие дни, которые у нас сейчас с вами есть, насколько они являются для налоговой отчетности поводом для переноса. Сейчас, в общем-то, в налоговом кодексе это прояснено, поэтому эта неясность разрешилась, по крайней мере, применительно к тем срокам подачи и уплаты, которые приходятся на период после принятия изменений в налоговый кодекс. Ну и, наверное, еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, применительно к продлению на три месяца сроков подачи по проекту постановления, это относится к налоговым декларациям, расчетам по авансам платежам и бухгалтерской отчетности, предусмотренным законодательством о налогах и сборах. Есть ряд других видов отчетности, которые либо не предусмотрены налоговым кодексом, как, например, отчетность по утилизационному сбору, экологическому сбору, как, например, как и ряд видов отчетности, которые установлены налоговым кодексом, но не являются декларацией, расчетом по авансам платежам или бухгалтерской отчетности, как, например, уведомление о контролируемых сделках. Поэтому здесь надо аккуратно смотреть, какие именно из типов отчетности продлены, по каким срокам продлены, а по каким срокам подачи могут остаться прежними. Спасибо. Спасибо, спасибо, Юля. Юля, спасибо большое. Тогда продолжаем, коллеги, дальше. Скажем так, можно следует... Да, мы эту тему раскрыли, Дмитрий, у меня просто есть вопросы уже на эту тему. Мы проговорили малым и средним предприятием, то, что Юля рассказывала, это те полномочия, которые от законодательных органов власти были переданы правительству. Мы ожидаем на основании того проекта, постановления, который мы видим, что эти вот сроки уплаты будут смещены. Но далее мы поговорим еще не о смещении дедлайна, не о смещении того срока, к которому налог должен быть уплачен, а те отсрочки и рассрочки, которые по налоговому кодексу могут быть предоставлены. Мы ожидаем, что, соответственно, правительство установит дополнительные критерии и дополнительные основания, по которым те или иные налогоплательщики могут им воспользоваться. Вот начиная с этого слайда мы не говорим исключительно о малых и средних предприятиях. Сейчас мы будем говорить о всех предприятиях, включая малые и средние, но которые отнесены к отраслям, пострадавшим в данной ситуации, те отрасли, которые уже определены правительством Российской Федерации. Все другие налогоплательщики, будь то они малые или крупные, неважно, они на применение вот этих отсрочек и рассрочек, они права не имеют. То есть здесь должно совпадать ряд условий. То есть это определенные налогоплательщики, и они должны быть включены в те отрасли, перечень которых определяется правительством. На какие налоги это распространяется? Распространяется на все налоги, авансовые платежи и страховые взносы, но за исключением МДС. Какие у нас базовые критерии? Это снижение доходов на 10%. Не знаю, может быть, коллеги Юлию откомментируют позже, но я, честно говоря, не очень понимаю того нюанса, который в проекте постановления предусмотрено. Это снижение доходов больше, чем на 10%. Первая строчка в нашей презентации. И снижение доходов от реализации товаров, работ, услуг. В моем понимании, если у вас на 10% произошло снижение доходов от реализации товаров, услуг, очевидно, у вас будет и снижение доходов больше, чем на 10%. Но, тем не менее, такой критерий есть. Также отдельный критерий, если у вас не произошло уменьшение на 10% общего объема доходов, но, тем не менее, у вас на 10% произошло снижение доходов, которые облагаются по ставке ноль. Это, прежде всего, экспортная деятельность, но, так как у нас в перечень правительства попали авиаперевозки и автоперевозки, то там у этих отраслей тоже может быть применение нулевой ставки. Вот если эта нулевая ставка применяется снижение больше, чем на 10%, то тоже мы ожидаем, что правительство примет те меры, о которых мы поговорим дальше. Либо получение убытка в отчетности 2020 года при условии, что его не было в предыдущем году. И малые и средние предприятия, но вот здесь, обращаю ваше внимание, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. То есть, если это вы до сих пор, например, уже по факту крупные предприятия, но числитесь в реестре малых и средних предприятий, но при этом уже не применяете упрощенную систему налогообложения, то на применение вот этих льгот вы не имеете права. На самом деле, если мы посмотрим на критерии включения предприятий в МСП и упрощенной системы налогообложения, то, по сути дела, туда будут попадать только микропредприятия, но, может быть, еще какая-то доля от первого эшелона средних предприятий. То есть, вот это достаточно серьезная ограничительная мера. Насколько она оправдана, наверное, спорно в данной ситуации, почему преференции предоставляются только МСП, который применяет упрощенную систему налогообложения и не предоставляется права применять ее всем, не совсем, честно говоря, понятно. Ну и кроме МСП, дополнительное условие это снижение, не должно быть снижением. То есть, единственный критерий, когда невозможно применить эти преференции, это не должно быть снижение уровня занятости, но это как раз не имеет отношения к МСП. Можно на предыдущий слайд вернуться, да, может быть, сделать одну оговорку. На предыдущий, да, давайте вернемся. Нам пока коллеги сейчас предыдущий заведут слайд, я хотел вас попросить... Да, да. Все в порядке, да, все, все. Ну давайте, да. Соответственно, если у МСП, но не находящегося на упрощенной системе налогообложения, тем не менее, произошло снижение выручки, то, естественно, оно будет иметь право на применение этих преференций. Обращаю внимание, это одно из... необходимо соблюдение одного из условий. Не обязательно, чтобы они все вместе соблюдались. То есть, если вы в реестре МСП, но не на упрощенке, но при этом на 10% у вас снизились доходы, то тогда в этой ситуации вы имеете право на отсрочки и рассрочки. Теперь, собственно говоря, следующий слайд. Слайд о каких отсрочках и рассрочках мы говорим. Вот базовый сценарий предоставления отсрочки — это три месяца. При этом, если вы малое и среднее предприятие, то она предоставляется автоматически. То есть, даже не надо подавать никаких заявлений в налоговый орган. Для всех остальных до 1 декабря надо подать заявление и будет три месяца. То есть, это базовый сценарий. И дальше идет по нарастающей. Если вы больше, чем на 10%, вот у вас этот кризис затронул и снижение вашей выручки от 20% до 50%, то на слайде представлены те сроки, которыми вы можете воспользоваться. При этом, это не только снижение выручки, но и размер или размер убытка. Повторюсь, что не обязательно соблюдение двух этих параметров. Это одно, один из этих параметров. То есть, предоставление отсрочки. Но если вот у нас есть базовый сценарий — это три месяца, промежуточный сценарий — шесть месяцев, он уже идет по заявлению, то начиная с шести месяцев проект постановления предусматривает обеспечительные меры. Вместе с заявлением вы должны представить документы, которые будут подтверждать обеспечение вот этой отсрочки. Соответственно, это либо залог, либо поручительство, либо банковская гарантия. Опять-таки, достаточно обременительная процедура. И само по себе тоже, если это банковская гарантия, соответственно, дополнительные расходы для налогоплательщиков. Следующий слайд. Также есть нюансы для крупного бизнеса. Но, повторюсь, для того крупного бизнеса, который входит в пострадавшие отрасли. И здесь мы выделяем, на самом деле, пять групп налогоплательщиков. Это системообразующие, утвержденные совсем недавно, 20 марта, постановлением правительства. Если я не ошибаюсь, мне кажется, там порядка шестиста, может быть, даже чуть больше компаний, которые правительство считает системообразующими, стратегические компании, перечень утвержден правительством в 2009 году, и градообразующие. Здесь просто они определяются по критерию. Также на отсрочку и рассрочку будут иметь те крупные налогоплательщики, а также те налогоплательщики, которые, по крайней мере, 30% выручки от реализации продукции со ставкой МДС 10%. То есть вот по этим пяти группам налогоплательщиков, но при условии, что они попадают в те отрасли, которые затронуты кризисом с точки зрения правительства, не с точки зрения налогоплательщиков, а с точки зрения правительства, и при этом произошло снижение выручки, то тогда они тоже будут иметь право на отсрочки и рассрочки. Вот здесь обращу внимание, критерии убытка уже нет. Неважно, если вы получили убыток, но при этом параметры вашей выручки сохранились, то, извините, вы тоже не будете иметь право на отсрочки и рассрочки по налоговым платежам в данной ситуации. Следующий слайд. Я передаю слово тогда своим коллегам, Алексею Нестеренко и Юле Тимониной. Они продолжат дальше в части налогового администрирования. Дмитрий, спасибо большое. Надеюсь, меня хорошо слышно. Всем добрый день. Ну, Юля и Дмитрий уже поговорили о тех вопросах, которые связаны с тех преференциях, которые предоставляют в настоящее время бизнес. С другой стороны, мы понимаем, что снижение налогового администрирования и снижение уровня именно контроля со стороны налоговых органов тоже можно воспринимать как определенные послабления. Сразу хочу сказать, что 20 марта, то есть это практически две недели назад, на сайте Федеральной налоговой службы появился приказ руководителей Федеральной налоговой службы, в рамках которого уже были предприняты меры, связанные с, по сути, снижением уровня административного контроля. И, по сути, то постановление правительства, о котором уже говорил и Юля, и Дмитрий, и приказ, они, по сути, пересекаются между собой. О чем же мы говорим? Ну, в первую очередь, это у нас мораторий на назначение выездных налоговых проверок. То есть приостановление назначения выездных налоговых проверок срок либо до мая месяца этого года, до 1 мая, либо до 1 июня. Все зависит от того, на какой документ мы смотрим. Ну, до 1 мая у нас точно приостановлено назначение выездных налоговых проверок, что, наверное, хорошо для бизнеса, потому что можно не ожидать, что будут общий уровень административной нагрузки увеличиваться, тем более, что все сидят и работают из дома, и не всегда можно оперативно представить информацию и документы по требованию налоговых органов. Второе, что, наверное, тоже важно для малого-среднего бизнеса, это снижение, точнее, прекращение проверок онлайн-касс. Также прекращаются проверки соблюдения законодательства о валютном контроле. По сути, мы видим такое очень лояльное отношение со стороны федеральной налоговой службы, которая старается перенести сроки назначения вот этих контрольных мероприятий. Это, конечно, хорошо. Это все, что касается назначения проверок. Теперь многие задают вопрос, а что же происходит с теми проверками, которые уже назначены, уже ведутся. По сути, эти проверки приостановлены. Безусловно, они не все приостановлены. Здесь хочу обратить внимание, у нас по валютному регулированию, валютному контролю очень жесткие сроки на привлечение к ответственности. И, по сути, сказано, что если срок привлечения к ответственности и стекает до 1 июня 2020 года, то такие проверки по валютному контролю они не приостанавливаются. Налоговые органы продолжают проводить контрольные мероприятия. Но мы на практике видели, что задаются вопросы, приглашаются налогоплательщики, причем налогоплательщики приглашаются, и им дается возможность удаленно представить свои возражения, свою техническую позицию. Это прямо приказано в приказе ФНС, поэтому необязательно сейчас ходить в налоговые органы. Можно любой вопрос, в том числе и связанный с таким, может быть, не совсем приятным вопросом, как вопрос привлечения к ответственности за соблюдение валютного законодательства, можно решить дистанционно, и можно сделать так, чтобы налоговые органы услышали позицию налогоплательщика, необязательно являться. По сути, налоговые органы заменили режим, который связан с личным общением при рассмотрении мероприятий налогового контроля, результатов налоговой проверки, на дистанционный механизм взаимодействия, и он, следует сразу сказать, он работает. Ну, наверное, перейдем чуть дальше и перейдем на следующий слайд. Пока мы переходим, я хотел бы обратить внимание, что налоговые органы, по большому счету, и меры взыскания, если мы говорим о тех мерах, которые… налоговые органы, меры принудительного взыскания, которым наделены налоговые органы, они также приостановили, если мы говорим о малом-среднем бизнесе и тех отраслях, о которых говорил Дмитрий. Также приостановлено приостановление операции по счетам. Все мы знаем, что если не своевременно была подана отчетность, то налоговые органы имеют право приостановить операции по счетам, как меру реагирования на такое несоответствие, которое допущено налогоплательщикам. Вот в настоящее время понятно, что до 1 мая минимум, скорее всего, до 1 июня эти сроки будут продлены, операции по счетам не будут приостанавливаться со стороны налоговых органов. Последний, наверное, важный шаг, о котором еще стоит сказать, это, безусловно, приостановление подачи заявлений о банкротстве. Мы знаем, что со стороны правительства есть инициатива относительно моратория на инициирование банкротных процедур на 6 месяцев. Здесь все налоговые службы, по сути, уже выполнила эту инициативу в приказе от 20 марта, о котором я говорю. Четко прописано, что налоговые органы приостанавливают инициацию и подачу заявлений о банкротстве в отношении любых категорий налогоплательщиков. Чуть более детально, если мы на следующий слайд перейдем, обратим внимание на отдельные вопросы, с которыми мы сталкиваемся. Но следует сразу сказать, что камеральные налоговые проверки налоговых органов, они все-таки не приостановлены. На это следует обратить внимание, потому что налоговые органы могут, по большому счету, направлять налогоплательщикам требования, контрольная работа с их стороны продолжается. Мы видим, что налоговые органы поведут вот эту аналитику, они оперативно и активно взаимодействуют с налогоплательщиками по телефону, по каналам связи. Поэтому это, наверное, тоже важно. С другой стороны, понятно, что любые оформления, сейчас проверка, приостановление производства о налоговых правонарушениях, это, наверное, плюс налогоплательщиков, это возможность передохнуть, может быть, как-то откорректировать свою техническую позицию, подать дополнительные документы, если что-то налогоплательщик не успел сделать. То есть, по сути, дана возможность налогоплательщикам немножко, скажем так, продлить те сроки для предоставления информации и документов для налоговых органов по их требованиям, по их запросам. Давайте мы перейдем к следующему слайду. Здесь очень часто возникает вопрос со стороны налогоплательщиков, получено требование от налоговых органов, требование о предоставлении информации, о предоставлении данных по конкретной сделке, ну и насколько четко и оперативно нужно ответить на это требование. Почему актуально? Ну потому что первичная документация у налогоплательщиков находится в офисе, все сейчас дома и, по большому счету, оперативно отсканировать, оправить и ответить на эти требования налоговым органам не всегда возможно. Здесь у нас, если мы смотрим на проект постановления правительства, то здесь, безусловно, эти сроки продлены на 20 рабочих дней. Хочу обратить внимание, учитывая, что у нас до апреля месяц объявлен нерабочим, то эти сроки продлеваются довольно-таки существенно, что, по сути, дает возможность налогоплательщикам не переживать за те требования, которые не отвечены, но которые получены налогоплательщикам. На что хотел бы обратить внимание. Если есть возможность, и мы рекомендуем нашим клиентам, если есть возможность все-таки ответить на требования, то хотя бы ответить о том, что налогоплательщик получил этот документ, что он понимает, и в ближайшее время, по истечении тех сроков, которые предусмотрены кодексом с учетом проекта постановления, он ответит, то нужно, наверное, дать какой-то ответ. Мы рекомендуем говорить о том, что дать действительно. Мы увидели требования налогового органа, есть сроки, определенные правительством, и в эти сроки налогоплательщикам будет корректно отвечено на требования. Зачем это нужно? Для того, чтобы налоговый орган был уверен, и у него тоже должен быть какой-то конферс, что он ожидает получения вот этой истребованной информации. А давайте перейдем дальше на следующий слайд. Хотелось бы отдельно сказать о отсутствии начисления пени на суммы недоимки с 1 марта по 1 июня 2020 года. Я не исключаю, что эти сроки в настоящее время пытаются продлить, потому что мы говорим о проекте. Это не для всех налогоплательщиков, это только для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые включены в реестр. Это то, о чем говорил Дмитрий. И я уже сказал о приостановлении принудительного взыскания налогов. Здесь мы считаем, что этот порядок распространяется на все организации. Вот поэтому это тоже, наверное, стоит на это обратить внимание, что принудительное взыскание налогов на 6 месяцев не может быть реализовано налоговым органом. Ну и то, о чем я уже упоминал, это приостановление счетов в банк. Давайте мы перейдем на следующий слайд. Говоря о мерах поддержки, вот, наверное, с налогом администрирования мы закончили. Говоря о мерах поддержки, наверное, стоит упомянуть те меры поддержки, которые есть в регионах. Почему? Потому что Москва у нас действительно сдает тон определенным инициативам, связанным с поддержкой, поэтому стоит, наверное, обратить внимание. Ну, в первую очередь, это продление срока уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и по земельному налогу. Срок переносится очень существенно, и срок переводится намного существеннее, чем в том постановлении правительства, о котором я говорил. То же самое касается продления срока уплаты торгового сбора, который у нас наступил за первый квартал этого года. По сути, он существенно отодвигается. Хочу еще обратить внимание, что у нас, если говорить о постановлении правительства, вот города Москвы, то этот документ был в двух редакциях. И, по сути, новая редакция, вот 31 марта этого года, она претерпела существенные изменения. Она намного шире, и мы не исключаем, что этот документ будет конкретизироваться, в него будут вноситься изменения. Потому что, если мы перейдем к следующему слайду, то можно увидеть, что есть определенные технические несостыковки и вопросы, связанные с механизмом его реализации. Ожидается уточнение, но вот о чем уже четко и можно говорить о том, что, с одной стороны, у нас происходит снижение арендной оплаты для организации, осуществляющей торговую деятельность. Это как вот мера по режиму повышенной готовности. Как она связана с налогами? Обращу внимание, с налогами связано, потому что, по сути, Москва поддерживает владельцев зданий, объектов питания и быстрого обслуживания для тех, кто снизили размер арендных ставок на не менее 50%. То есть, получается следующее, если ты снизил размер арендных ставок на не менее 50%, то тебе предоставляются льготы по земельному налогу, по налогу на имущество и по арендной плате на землю, соответственно, тоже на 50%. Но в любом случае, именно такая идея заложена в постановлении правительства города Москвы. Есть много вопросов, как оно будет реализовываться на практике, какие меры должны осуществить налогоплательщики, чтобы получить право на такие меры поддержки. Я думаю, что мы ожидаем разъяснений в этой части. Ну и, наверное, последний слайд, о котором я хотел бы поговорить. По сути, здесь на презентации мы видим лишь строку на сайт города Москвы, где есть инициативы и по субсидированию отдельных видов расходов на продвижение товаров и на затраты кредитных организаций по предоставлению кредитов и на расширенную перечень поручателей субсидий на инжиниринг. Но это все делается бессрочно, но, к сожалению, мы пока не видим соответствующих нормативно-правовых актов. Поэтому та ссылка, которая есть, та информация, которая есть по мерам поддержки в городе Москвы, она, наверное, будет в какой-то момент формализована, и мы увидим соответствующие постановления правительства и, соответственно, увидим это уже в официальных документах, которые будут содержаться на том же сайте московского правительства. Наверное, по мерам это все. Надеюсь, вкратце удалось рассказать. Я, наверное, передаю слово Дмитрию, ну или вам, Алексей. Да, спасибо. Дмитрий, я, с вашего позволения, слово-то возьму сейчас. Просто много информации, она очень такая сконцентрированная, плотная, и, естественно, как хорошие лекторы, вы должны повторять какую-то мысль несколько раз. Алексей, это, наверное, у вас не слышно. Да, слышно, не слышно меня, да. Я тогда зрителям нашим говорю, на все вопросы мы постараемся ответить, и сейчас я буду задавать эти вопросы, надеюсь, связь установится. Один из вопросов, ну, видимо, только что... Алексей, мы вас не слышим. Может быть, слушатели вас слышат, мы, к сожалению, вас не слышим. Да, сейчас мы будем устанавливать связь, потерпите, пожалуйста, немножко, да. Галей, я предлагаю пока такая техническая пауза, тогда, Ирина, твоя презентация по вопросам оформления оплаты труда в нерабочую неделю. Секундочку, секундочку. Давайте мы звук сейчас отладим. Да, мне просто кажется, что Алексей что-то говорит. Да, я говорю, да, спасибо, Ирина. Но это нормально, мы когда на такой дистанции работаем, и когда все на удаленке, естественно, какие-то помехи, неполадки. Я как раз с одной стороны тяну время, с другой стороны отвечаю на вопрос. Мы не только про Москву говорим, мы говорим про Россию. Если кто-то сейчас подключился, мы говорим с представителями компании E-WISE, с лучшими специалистами по налогам. И здесь как раз, да, здесь речь сейчас пойдет о разных вопросах, которые связаны с малым и средним предпринимательством. Я задаю вопрос своим коллегам, режиссерам, есть ли у нас связь. Не слышно нас, да? Да. Ну, вопросов много. Вопросов много, мы сейчас будем восстанавливать связь. Во-первых, вопросы, что такое сегодня малый и средний бизнес, надо повторять по критериям. В принципе, Дмитрий об этом говорил. Это критерии по выручке и критерии по персоналу. Дмитрий, слышно ли меня? Сейчас восстановилась связь. Отлично. Сейчас стало слышно, да. Вот раз вы меня слышите, я к вам тогда буду с этими вопросами обращаться. Давайте повторять то, что было спрессовано и очень концентрировано, сказано вами, Алексеем, Юлией. Два вопроса по МСП. Ну, Гульнара просто спрашивает, у меня магазин цветов и подарков с 2009 года. Работаю, выхожу в этот список. То есть это малый и средний бизнес. И задают вопрос, что такое сегодня малый и средний бизнес. Давайте еще раз на этом сфокусируемся. По выручке, по количеству людей. Дмитрий. Да, давайте еще раз. Алексей, спасибо. Давайте еще раз повторим. Если при необходимости можно соответствующий слайд вывести. Соответственно, микропредприятие, это численность до 15 сотрудников. И выручка годовая меньше 120 миллионов рублей. Малые предприятия, это численность менее 100 человек персонала и выручка менее 800 миллионов рублей. И средний, это численность до 250 человек и менее 2 миллиардов рублей выручки. Но здесь, как я уже говорил, есть нюанс. Если вы, тем не менее, для тех компаний средних, которые больше 250 численность или больше 2 миллиарда выручка, но такая выручка появилась только после 2016 года, только в 2017, 2018 или 2019, тем не менее, такие компании все равно с юридической точки зрения остаются в реестре малых и средних предприятий и, соответственно, имеют право на те преференции, которые мы сегодня обсуждали, или которые в дальнейшем, может быть, будут введены постановлением правительства. Соответственно, это вот критерии малых и средних предприятий. Дальше, если вы убедились, что вы МСП, дальше вопрос, в какой отрасли вы работаете. На слайдах мы тоже их представляли. Я думаю, что после вебинара тоже вы сможете более внимательно посмотреть, посмотреть свой код деятельности. Но вот здесь по предоставлению бытовых услуг населению, честно говоря, вот у меня подозрение, что, может быть, цветочный бизнес сюда и не попадает. Надо смотреть более внимательно. Вот коды АКВЭТ, соответственно, 95, 96.01, 96.02. Других пока в постановлении правительства, соответственно, нет. Дмитрий, вопрос от Анастасии. Учитывают основное АКВЭТ или дополнительный тоже? В моем понимании, что дополнительный тоже можно будет учитывать. Это важно, да. Ну вот Андрей спрашивает вопрос о отсрочке по налогам. Вы только что об этом говорили, но еще раз повторяем. Отсрочка по налогам распространяется только на 9 проблемных отраслей МСП или на все МСП, на все МСП? Только на 9 отраслей. Это МСП плюс 9 отраслей. Если вы не в отраслях, то отсрочек нет. Может ли МСП непроблемных 9 отраслей брать кредит на зарплату под 0%? Это Андрей же спрашивает. Коллеги, может быть, кто-то поможет? Я так вот сходу не готов ответить на этот вопрос. Вопрос простой. Может ли МСП непроблемных 9 отраслей брать кредит на зарплату под 0%? Вообще такая есть возможность? Кто может ответить на этот вопрос? Если что, мы сейчас не ответим, но обещаем потом это все выяснить и отдельно об этом поговорить. Давайте оставим вопрос. Если у коллег комментариев нет, то мне кажется, что это та программа, которую Центральный банк проводит вместе с Бирбанком и ВТБ, насколько я понимаю. Поэтому мне кажется, что тут лучше этот вопрос проговорить с финансовыми организациями, как механика этой программы будет работать на практике. Пока мы не видели нормативных документов или банковских документов, какой механизм реализации этой инициативы. Хорошо. А сниженная ставка по страховым действует для всех МСП, только для тех, кто из списка 9? МСП для всех. Вот снижение страховых, то, что уже в налоговом кодексе, соответственно, предусмотрено, это для всех предприятий малого и среднего бизнеса без привязки к отраслям. Интересный вопрос. Единственный нюанс, может быть, здесь перепроверить, обращаю ваше внимание, потому что там две нормы, они отдельно прописаны, я не готов сейчас сказать. Вот с 1 января 2001 однозначно для всех МСП, а вот на 2020 год, возможно, по отраслям. Но вот здесь надо посмотреть более внимательно принятый и сегодня подписанный президентом закон, есть ли там ограничения по отраслям. Насколько я понимаю, со следующего года никаких ограничений для МСП в части отраслей нет. Интересный вопрос. В списке МСП есть компании с иностранным капиталом. Аудиторы в России подтверждают, что компания попадает в список МСП. Как будет формироваться этот реестр? Где описана эта процедура для МСП? Знаете ли вы что-либо об этом? Это федеральный закон о содействии развитию малому и среднему предпринимательству. Собственно говоря, все критерии установлены этим законом. Соответственно, посмотрите более внимательно этот закон. Но у меня понимание, что критерия по владению там не установлена. Там критерии только по численности персонала и по годовой выручке. Да, ну вот вопрос, вопрос такой. А будет ли предоставляться отсрочка по предоставлению третьего НДФЛ? Дафна спрашивает. Дмитрий. Юля, ты сможешь это прокомментировать? Юля, да. Скажите, может быть, вы. Ирина, наверное, к тебе этот вопрос переадресую. Ирина, к вам. Да, коллеги, добрый день. Из того, что мы видим, получается, что да. Что срок также сдвигается на три месяца, в том числе и по декларации 3 НДФЛ. Еще вопрос. Единственное, что... Прошу прощения, что перебиваю. Но там обратить внимание на нюансы. Ирина, поправь меня, если не прав. То есть там срок отчетности у нас с конца апреля, получается... До конца июля сдвигается. До конца июля, а срок уплаты налога у нас в июле. Да, да. И там пока нету никаких сдвижек по сроку уплаты самого налога. То есть пока сдвиг только по сроку подачи отчетности. Поэтому получается такой, на самом деле, нюанс. Посмотрим, как он дальше будет законодательно решен. Налог надо будет заплатить раньше, чем, собственно говоря, срок подачи самой отчетности. Да, именно так. В одной из табличек было, и здесь Вадим спрашивает, налог за 2019 год, 6%, продляется на 6 месяцев? Налог за 2019 год, да, по упрощенной системе налогового обложения, опять же, при условии, если организация или индивидуальный предприниматель попадает в те самые наиболее пострадавшие отрасли и содержится в реестре МФП на 1 марта 2020 года, тогда да. Ну, вопрос на этот мы уже, в принципе, ответили. Но можно еще раз, Дмитрий, просто да, с пониманием будем относиться к нашим зрителям. Все волнуются. Никита спрашивает, у меня АКВЭД 49.3, но не основной, а дополнительный. Хотя основная часть дохода 99% именно по этому АКВЭДу. Есть ли разница между основным и дополнительным по нашей теме? Ну, вот давайте дождемся постановления правительства, потому что, еще раз повторю, пока мы говорили о проекте в этой части, мне представляется, что нету разницы, основной это или дополнительный. Если он у вас есть, и тем более вы можете продемонстрировать, что у вас действительно выручка связана с 49.3, мне представляется, что вы будете иметь право на меры поддержки. То есть здесь по-прежнему такое поле для маневра остается. Мы еще не до конца какие-то вещи можем на 100% гарантировать и утверждать, что именно так это будет работать. Правильно я понимаю? Ну, я бы сказал, я надеюсь, что это 90% так. По налогу на землю, Алексей, да, по-моему, об этом говорил. Если мы не сдаем в аренду, спрашивает Мария, а сами ведем на этой земле деятельность, предусмотрена ли льгота? Что делать, если резко повысилась кадастровая стоимость земли? Было 3 миллиона, стало 12 миллионов. Ну, давайте, наверное, я начну со второй части вопроса. Что делать, если кадастровая стоимость существенно повысилась? Здесь, безусловно, мы видим, что постоянно происходит, ну, раз в три года происходит переоценка кадастровой стоимости как объектов недвижимого и имущества, зданий, в первую очередь, в городе Москве, так и земельных участков. Законно предусмотрено определенный порядок обжалования, то есть это привлечение оценщика, и с результатом этой оценки вы можете обратиться в административном порядке, обжаловать и внести изменения, и понизить стоимость земельного участка. Это первый вариант. А второй вариант – это в судебном порядке обращаться и понижать стоимость, кадастровую стоимость, которая государственная оценка была определена. То есть механизмы есть, и здесь, наверное, просто стоит обратить на это внимание. Да, и такие случаи для нас нередки, когда мы видим, когда налогоплательщики успешно оспаривают завышенную по каким-то техническим причинам кадастровую стоимость. Что касается предложения отсрочки по уплате самого земельного налога, то здесь, наверное, следует сказать, что вот эта 50-процентная скидка, то, конечно, нет. Мы говорим здесь исключительно о тех, кто предоставил, соответственно, более льготные условия своим арендаторам. Что касается отсрочки, то, безусловно, она будет работать. Мы надеемся, что разъяснение правительства Москвы будет такое, что она предоставляет совсем без исключения. Спасибо, да. Вот от Татьяны такое сообщение телеграфного стиля. Я понимаю эмоциональность. Куда подавать заявление управляющей компании, если платежей нет, работать приходится? Дезинфекция и работа по договору на выплату заработной платы сотрудников денежных средств не хватает. Кто может? Ну, я, наверное, начну комментировать, откровенно говоря, не до конца все-таки понятен вопрос, что имеется в виду под управляющей компанией. Скорее всего, имеется в виду ситуация, когда есть арендатор, который, безусловно, хочет получить либо каникулы, связанные с уплатой арендных платежей, либо снижение арендных платежей. Но здесь, наверное, стоит обращаться в саму управляющую компанию и узнавать, какая у них позиция по этому поводу. Предоставляют ли бы они, не предоставляют, соответственно, либо отсрочку, либо рассрочку в арендных платежах, либо снижение ставок. То есть, наверное, только так. Ну, Никита вот задает, спасибо, да. Никита задает вопрос, как ИП, входящему в МСП на упрощенке, доказать снижение дохода? Какая механика есть? Ну, механика процесса. Ну, давайте я, наверное, тоже продолжу. Закрывайте амбразуру, да. Здесь, наверное, все зависит от той отчетности, от той бухгалтерской отчетности. Несмотря на то, что она вами ведется в упрощенном формате, она все равно ведется. Вы подаете данные в налоговые органы, и здесь, наверное, следует обратить внимание на ту историю, которая у вас есть. Если у вас история меняется, и если вы показываете падение продаж, то, очевидно, именно на основании отчетности вы можете подтвердить эти факты. То есть мы будем, наверное, и налоговые органы в том числе будут в первую очередь апеллировать к отчетности. Мне кажется, мы можем дальше пойти и уже к управлению персоналом перейти. Я бы слово Ирине Новиковой передал. Тут есть вопрос как раз уже по этой теме. Анастасия задает вопрос. Если сотрудникам написано заявление на увольнение на апрель, вправе ли работодатель оформить увольнение, если организация продолжает функционировать на удаленном режиме? Если вы ответите, будет хорошо, и можем дальше сразу продолжить по этой теме говорить. Ну да, коллеги, добрый день. Если сразу к вопросу озвученному перейти, то на самом деле до сих пор есть определенные вопросы в отношении того, как производить найм и увольнение работников в течение вот уже объявленного у него рабочего месяца. В принципе, получается, что в ситуации, когда у нас компания работает в дистанционном режиме, мы по большому счету говорим о двух вариантах. Либо мы оформляем увольнение путем обмена электронными документами. И здесь, наверное, важно подчеркнуть, что учитывая специфику вопроса, тут, наверное, важно все-таки иметь усиленную электронную цифровую подпись для того, чтобы все документы имели законную силу. Либо же в случае, если компания для поддержания критических каких-то функций, в том числе и критически важного функционала HR, выводит некоторых работников на работу, возможно, о чем вот я тоже расскажу попозже, то тогда в личном порядке осуществить увольнение, прием оборудования, выдачу документов и так далее, в том числе и подписание документов. Пока что напрямую запрета нету на увольнение, и на им при этом есть определенное количество дополнительных вопросов организационного характера, которые возникают. Пока что не очень понятно, как их решать. Давайте тогда, может быть, вообще об общих вопросах сейчас проблемных в области управления сейчас персоналом, то есть о мерах регулирования в этой области перейдем. Давайте подробнее, да, Ирина, у вас тоже несколько слайдов есть на эту тему. Что здесь интересного? Да. Да, спасибо. Действительно, вопрос о нерабочей неделе, когда мы готовили слайды, это еще была неделя, стоит достаточно остро среди всех работодателей, среди наших клиентов тоже. В частности, те, скажем так, несовершенства, которые мы видим и в разъяснениях Министерства труда в отношении того, как, собственно, компаниям осуществлять деятельность в области управления персоналом в этот период, и в том числе, как и платить. Если можно, следующий слайд. Кратко, наверное, еще раз напомню, что такое нерабочие дни. Как вот Юлия говорила раньше, в налоговый кодекс были внесены изменения, и в контексте налогового кодекса мы теперь все-таки оперируем еще словом нерабочий день. При этом трудовой кодекс все еще продолжает оперировать понятиями выходной или нерабочий праздничный день. Соответственно, нерабочих дней в трудовом кодексе у нас все еще нет. Что у нас произошло, да, что мы о них знаем об этих нерабочих днях? Естественно, мы все знаем, что президент объявил нерабочие дни с сохранением заработной платы. На следующий день Министерство труда и социальной защиты выпустило разъяснение, где напрямую указало, что эти нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, и, соответственно, оплата производится в обычном, а не в повышенном размере. Также Минтруд нам сказал о том, что наличие вот этих нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы. Далее на следующий день уже ближе к вечеру также Минтруд выпустил дополнительные разъяснения, где пояснили, что работники, которые уже осуществляют режим удаленной работы, то есть переведены на дистанционную, по согласованию с работодателем могут продолжать работать, естественно, с обязательным соблюдением всех требований Минздрава и Роспотребнадзора. Вот это те условия игры, скажем так, которые были заданы, которые вызвали, не буду скрывать, шквал вопросов от работодателей в отношении того, как платить, можно ли все-таки работать или нет. То есть вопросы были всех возможных характеров, в том числе и от компаний, которые напрямую выведены из-под действия указа президента. И, естественно, поняв, что есть такое огромное количество вопросов и проблематика достаточно важная, и в том числе мы сами понимаем о том, какое количество вопросов остается открытыми, мы на этой неделе запустили краткий экспресс-обзор. Мы его провели буквально в течение полутора дней и закрыли, обработали результаты вчера вечером. И я хотела бы поделиться теми результатами, которые мы получили. Сразу скажу, что в нашем обзоре поучаствовало 79 компаний, которые представляют практически все сектора экономики и с численностью от 250 человек до численности более 100 тысяч человек. То есть у нас здесь, в принципе, получилась такая репрезентативная выборка практически по всем категориям работодателей в России. Что мы, главное, выяснили? Главное, что мы видим, это то, что в подавляющем большинстве случаев, как видно, в 90% случаев, когда в компании работники переведены на удаленную работу, эти работники продолжают работать на этой неделе. При этом, опять же, в подавляющем большинстве случаев оплаты за эту работу производятся как за рабочие дни, то есть в одинарном размере, так, как и сказал Минтруд нам. Также мы видим, что все-таки 10% компаний, в которых работники продолжают работать удаленно, производят оплату в повышенном размере, признав для себя внутри эти дни нерабочие, приравнял к выходным и нерабочим праздничным дням, и, соответственно, установив оплату в том объеме, то есть в двойном размере или в одинарном с предоставлением отгула, как это предусмотрено, 153 статьей Трудового кодекса. И также мы видим, что очень мало компаний, то есть это 1% от всех принявших участие в обзоре, применяют другие методы оплаты, в том числе одинарную оплату, но с неким повышающим коэффициентом. Тут, наверное, хотелось бы сразу сделать небольшое отступление и сказать, что проблематика оплаты работы за вот эту нерабочую неделю, теперь уже нерабочий месяц, она не ограничивается только HR, но также, в общем-то, переходит на вопросы налоговые, потому что в ситуации, когда у нас Министерство труда напрямую нам говорит, что работникам полагается одинарная оплата, при этом компания решает начислить дополнительную оплату, возможно, и уже от наших клиентов поступают такие вопросы, возникают вопросы с возможностью отнесения соответствующих расходов в состав расходов на оплату труда, которые уменьшают базу по налогу на прибыль. То есть проблематика здесь, на самом деле, достаточно большая. Если переходить на следующий слайд и посмотреть на компании и на тех работников, которые не могут быть переведены на дистанционную работу в силу определенных условий их трудовой деятельности, которые не позволяют это сделать, то если мы говорим о всех компаниях, которые поучаствовали в нашем обзоре, мы видим, что 50% компаний поучаствующих в обзорах относятся или отнесли себя, скажем так, к организациям, которые исключены из-под действия указа президента. Опять же, тут небольшое отступление в сторону. На прошлой неделе было достаточно большое количество вопросов у клиентов в отношении того, как именно они могут или не могут квалифицировать себя как непрерывно действующую организацию или, возможно ли, определить, что какое-либо структурное подразделение или функции являются непрерывно действующими. То есть вот мы видим, в принципе, какой-то итог, да, какие компании приняли для себя решение. То есть 50% опрошенных компаний выводят на работу работников. То есть, я повторюсь, это не удаленная работа, да, на основании того, что они не подпадают под действие указа. Также мы видим, что при этом 25% компаний, которые не от всей выборки, да, о которой мы говорим, они выводят на работу работников для обеспечения функционирования критических функций организаций, несмотря на то, что они не подпадают напрямую, или у них, может быть, есть вопросы, но они для себя решили, что они не подпадают под действие указа президента напрямую. Интересно здесь также то, что вот если мы говорим про вот эти две категории работодателей, интересно здесь то, как компании платят, да, то есть компании, опять же, мы видим, что в целом большинство компаний, которые выводят и привлекают людей к работе, они производят оплату как за рабочие дни, то есть в одинарном размере. При этом достаточно любопытным является то, что среди тех организаций, которые относятся к тем, которые исключены из-под действия приказа, 15% начисляют именно оплату в повышенном размере, сообразно тому, как трудовой кодекс нам говорит, либо начисляют какие-то другие выплаты, это 3%, в том числе какие-то повышающие коэффициенты или доплаты, или предоставляют работникам какие-то дополнительные компенсации в виде дополнительных дней отпуска. В принципе, на мой взгляд, это отражает тот факт, что многие работодатели, даже те, которые не отнесены к действию указа президента, для себя были вынуждены сами как-то определять, решать стратегию оплаты, потому что достаточно много неопределенности существовало и все-таки до сих пор существует еще с точки зрения того, как мы квалифицируем вот эти дни. Также хотелось бы сказать о том, что из всей выборки поучаствовавших работодателей, 4% работодателей, они привлекают работников физически к работе, не на дистанционном режиме и не только для обеспечения критических функций, без оформления какого-либо там, например, привлечения к работе в некий нерабочий день, но при этом с регулярной установленной трудовым договором и динарной оплатой. Также 4% компаний ответили нам, что они также, не являясь отнесенными к тем компаниям, которые исключены из-под действия указа президента и выводят на работу работников, в том числе не только для обеспечения работы критических функций, но оформляют приказ о привлечении к работе выходные, нерабочие, праздничные дни. В том числе в этом приказе компания фиксирует, что компания квалифицирует эти дни как нерабочие и праздничные. На следующем слайде мы говорим также о компаниях, которые ответили нам, что они не привлекают в течение рабочей недели работников, которых невозможно в силу специфики трудовой функции перевести на дистанционную работу. То есть здесь мы видим, что 14% работодателей не привлекают вообще таких работников к работе, и 90% из них платят за этот период в полном объеме, в одинарном размере. При этом также мы видим, что 10% нам ответили, что они не привлекают работников, но, к сожалению, платят не в полном объеме, не имея такой финансовой возможности. И также мы видим, что 3% респондентов отметили, что они оформили простой по причинам, независимым от работодателя и работника. Со своей стороны хочу сказать, что сейчас достаточно много комментариев входит в отношении того, правомерно или неправомерно для компании данной сложившейся ситуации, объявлять простой. Здесь вопрос главным образом фокусируется на том, что согласно положениям трудового кодекса, простой по причинам, независимым от сторон трудового договора, оплачивается в размере не менее чем 2 трети от должностного оклада или тарифной ставки. При этом так как указ президента нам говорит о том, что мы должны сохранить заработную плату, а разъяснениями труда говорят о том, что мы не имеем права ее снижать. Здесь получается такая коллизия, которая по большому счету в целом говорит нам о том, что простой, при условии, что оплата при этом будет осуществляться так, как предусмотрено трудовым кодексом, может быть не совсем правомерен в данном контексте. Вот в принципе у меня по тому, чем мы хотели поделиться по результатам нашего обзора, все. Опять же повторюсь, из него, на мой взгляд, видно, что компании не совсем четко понимают, как быть, что делать в данной ситуации, особенно и при этом в том числе те, которые не выведены из под действие указа президента. Мы, со своей стороны, продолжаем мониторить ситуацию на рынке и проводить экспресс-обзоры. И также в ближайшее время мы ожидаем адресных разъяснений от Министерства труда в отношении достаточно большого количества вопросов оплаты. Надеемся, что мы их получим и тогда обязательно поделимся с аудиторией. Ирина, спасибо. Но есть к вам вопросы по вашему как раз направлению. И вы правы, да, тут есть, наверное, вопросы, которые пока просто не имеют ответов. Я их тоже зачитаю, просто из уважения к людям. Константин вот второй раз пишет сообщение, я, прошу прощения, первый не заметил. Но сразу к вам вопрос, Ирина Новикова. Сотрудник направил заявление, что решила выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком на один месяц до 31 апреля 2020 года. Как рассчитать ее зарплату за апрель 2020 года? Это хороший вопрос, действительно. Я считаю, что это вопрос примерно такого же свойства, как вопрос того, как осуществлять найм и увольнение работников в этот период. Мы, в принципе, исходим из того, что если работница, находящая в отпуске по уходу за ребенком, изъявляет желание вернуться к работе, мы, в принципе, не можем ей в этом отказать. Да, соответственно, здесь дальше подключаются технические вопросы в отношении того, что нам необходимо подписать документы. Опять же, если у нас нет электронной цифровой подписи, то валидность этих документов, да, она может стоять под вопросом в будущем. Но при этом, как рассчитать оплату, соответственно, у вас есть либо штатное расписание, либо в дополнение к нему еще, естественно, есть трудовой договор. То есть у вас есть закрепленный за работником оклад. Если работница выходит на работу, и вы все-таки оформляете ей этот выход, то в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием, начисляется оплата в полном размере, если мы оперируем контекстом разъяснения Министерства труда. Вот, соответственно, вот пока что ответ такой. Вчера также мы получили адресные разъяснения от Рост труда в отношении того, каким образом обмениваться электронными документами с работниками в ситуации, когда нет электронной цифровой подписи. Вопрос этот возник из тех разъяснений, которые они выпустили в пятницу в отношении того, что если мы говорим о переводе на дистанционную работу, можно обменяться электронными документами, а потом при необходимости оформить бумажный вариант со всеми подписями. Мы получили ответ, что можно обменяться электронными образами документов, что, на мой взгляд, тоже вызывает вопросы. И, естественно, комментарий в отношении того, что без электронной цифровой подписи правомерность и валидность этих документов может быть оспорено потенциально в будущем. Поэтому тоже имеет место вопрос, как это все-таки оформлять правильно, чтобы не создать проблем ни для работника, ни для работодателя. К сожалению, пока что никак по-другому ответить невозможно на этот вопрос. Угу. Есть еще несколько вопросов, хотя, наверное, здесь вот на некоторые из них ответов может и не быть. Ну, мне так кажется. Вот Елена пишет, я так понимаю, что такой крик души. Здравствуйте, я ИП. Моя деятельность связана с поставкой товаров для сегмента хорека, да? Бары, рестораны, кафе, которые закрыты на данный момент. Зарплату, естественно, сотрудникам необходимо выплачивать. Но банки отказывают в помощи. Что делать и как объяснить сотрудникам, что такая ситуация и куда обратиться за помощью? Я не знаю, если есть что-то на эту тему сказать, Ирина, ну, скажите, пожалуйста. А если нет, ну, здесь действительно надо разводить руками. Я так понимаю, это связано с тем, что как раз вот ЦБ банкам только рекомендации, там нету директив, в общем-то. Хотя, кстати, сегодня в 14 часов, мы в 12 начали наш стрим, в 14, соответственно, будет, сколько я знаю, пресс-конференция. Ирина Биульна, может, там что-то будет сказано о том, что уже не только рекомендации, но и какие-то директивы банкам. Ну, вот банки вот так вот делают. Вы знаете, вы правы, потому что ответить здесь, к сожалению, ничего такого нельзя на такой вопрос. Я просто не смогу, потому что мы понимаем прекрасно, что достаточно многое количество компаний, работодателей сейчас находятся в такой ситуации. И, конечно, вот нерабочая неделя сохранения заработной платы, при условии, что многие компании закрыты и не работают, они достаточно большое количество вопросов вызывают. К сожалению, никакого ответа здесь нету. Пока что, исходя из всего того, что мы видим, из разъяснений, из указов президента, мы понимаем, что компании должны, подразумевается, что компании должны изыскивать возможности платить заработную плату. Вопрос с сотрудниками, да, тут тоже стоял вопрос переговоров с работниками, он, наверное, более такой, ну, скажем так, идейный, если можно так сказать, да, потому что во многих компаниях, не только в малом-среднем бизнесе сейчас работники обращаются с требованием о выплате заработной платы, да, и так далее. Сейчас, на самом деле, это вопрос просто коммуникации с людьми, со своими, и вопрос некой командности, да, не побоюсь этого слова, потому что компании сейчас находятся не в ситуации, там, зарабатывания, не зарабатывания денег, а многие компании находятся в ситуации выживания. И насколько работник готов там как-то пойти навстречу, настолько и компания должна быть готова. Вот, к сожалению, вот кроме такого ответа тоже пока что невозможно ничего дать. Ну, вот только что пришел вопрос, то есть мы говорили про заявление на работу из отпуска по уходу за ребенком, но вот Давна спрашивает, скажите, пожалуйста, может ли сотрудник оформить очередной отпуск на апрель месяц, или это будет незаконно? Вы знаете, как раз-таки это очень хороший вопрос, спасибо, потому что, исходя из того, что мы видим, получается так, что отпуск оформить-то, на самом деле, и можно. Потому что у нас есть разъяснения Министерства труда, которые говорят нам о том, что вот эти нерабочие дни, они не продлевают действие, не продлевают длительность ежегодного оплачиваемого отпуска. В связи с этим можно сделать вывод, то, что если у вас работник написал заявление на отпуск, он может идти в отпуск, и, соответственно, оплата будет производиться в порядке, предусмотренном там локальными нормативными актами законодательства Российской Федерации. Ну и вот тут Гульнара, вопрос, который я зачитывал в самом начале, у нее вот этот цветочный магазин, то есть я понимаю, что здесь это тоже такая категория бизнеса, которая оказалась вот в такой лакуне, здесь они как-то не подумали и о таком бизнесе, то есть она тоже говорит, а если магазин закрыт, как платить, из чего платить работнику? То есть есть здесь вот эти проблемные места, определенные виды бизнеса, которые оказались на обочине? Абсолютно верно, действительно, в отношении таких компаний, которые закрыты, не работают и, соответственно, не получают выручку, да, и пристановили свою деятельность, да, действительно, получается, что эти компании, так же, как и все, пока что обязаны обеспечивать выплату заработную плату в этот нерабочий месяц. Это достаточно большая проблема, в принципе, это проблема не только для индивидуальных предпринимателей, малых и среднего бизнеса, но и для крупного и крупнейшего, просто возможно там, вернее, невозможно, естественно, для малого бизнеса она стоит намного острее. И, к сожалению, пока что мы все, все, все работодатели в одной категории относятся, тех, кто обязаны платить. Ну, рекомендация тут от некоторых тоже зрителей переходить в онлайн, кто-то, может быть, уже упустил момент, кто-то это может сделать. Ну, вот как у Елены, если вы работаете в сегменте вот этого хорика, то как бы тут не перейдешь, кому нужна профессиональное оборудование для баров и ресторанов на дому. Вот, ну, кто-то мог, уже, наверное, время упущено, но переходить в онлайн можно. Я вижу, как смс-ки присылают, ну, правда, крупные бренды, говорят, что мы не работаем, магазины не работают, но мы доставим онлайн. То есть здесь эти возможности использовать нужно. Еще есть вопросы, я, коллеги, тоже призываю, подключайтесь, пожалуйста, потому что они уже снова такого более широкого порядка, может быть, по специализации кого-то из вас. Вадим спрашивает, есть ли определение, что есть непрерывно действующая организация? Можно ли отнести к такой организации, ну, например, вот лабораторные испытания в сфере строительства? Вопрос насущный. Кто может ответить? Давайте, коллеги, я, наверное, начну отвечать. Если у кого-то будут дополнения, то буду рада. На самом деле четкого определения непрерывно действующей организации в нашем законодательстве нет на данный момент. Можно делать выводы, исходя из 113 статьи Трудового кодекса в том числе, да. То есть в целом непрерывно действующая организация, это та организация, в которой по причине особенностей организационного и технологического, в первую очередь, процесса, при остановлении работы может потребовать длительного времени на перезапуск и достаточно больших существенных затрат, несопоставимых там, да, со стоимостью там продолжения работы. Формулировка недостаточно точная, да, там не будем кривить душой. Опять же, как я говорила, достаточно многие компании на прошлой неделе, в принципе, изо всех сил пытались как-то понять, могут или они не могут относиться к непрерывно действующим. В целом, из того, что мы видим по нашим клиентам в отношении тех компаний, которые вот, ну уж точно не непрерывно действующие, например, там оказывают, там, услуги населению, там, в том числе, там, какие-то важные, которые должны быть непрерывными, если мы говорим, там, например, про производственные компании, они оценивали стоимость остановки оборудования всего, стоимость запуска и время, которое нужно будет на перезапуск оборудования, и для себя решали, в том числе, естественно, получая, там, заключение своих внутренних юристов в отношении того, могут или они не могут хотя бы какое-то структурное подразделение признать непрерывно действующим. Спасибо. Вот тоже вопрос. Приостановление принудительного взыскания только налогов или сборов это тоже касается? Коллеги, кто может ответить? Алексей, ну давайте я, наверное, начну здесь говорить, да, в принципе, если говорить о приказе, то мы говорим о налогах, но я думаю, что, возможно, расширенное толкование этого документа и можно наговорить и о сборах в том числе. Еще вопрос тоже, Дафна. Уточните, пожалуйста, срок подачи уведомления о контролируемых сделках не перенесен на более поздний срок? Нет, не перенесен. 20 мая так и остается. Пока, во всяком случае, никаких переносов нет. Пока ждем. Да, и как раз вот это то, что не попадает вот в те самые декларации или расчеты, которые поименованы в постановлении как переносимые. Ирина, наверное, тоже опять к вам мило спрашивают. Мы отель в Сочи. По постановлениям правительства все отели закрыты до 1 июня 2020 года. Каким образом компания закрывает свои обязательства перед персоналом, если деятельность не будет вестись 2 месяца? Вот, это тоже вопрос не в бровь, а в глаз. Ну, коллеги, это опять же вопрос такой же, в принципе, как и про цветочный магазин, да, и такой же, к сожалению, ответ будет ровно таким же, да. Пока что, пока вот эти компании, в том числе из тех отраслей, про которые говорил Дмитрий, да, которые считаются наиболее пострадавшими, пока что для них нет исключения в отношении того, что апрель будет нерабочим месяцем с сохранением заработной платы. Возможно, если будут действительно развернуты программы по беспроцентным займам на выплату заработной платы, возможно, эта ситуация как-то будет решена. Пока что сказать ничего точно нельзя. Пока что обязаны так, как и все работодатели в стране. Спасибо большое. Давайте перейдем к еще двум темам. Всем, говорю нашим зрителям, пожалуйста, задавайте вопросы в чат. В записи все будет. Мы уже написали в чате, что будет запись. Так что потом посмотрите, даже там с тайм-кодами, кому где удобнее, чтобы еще раз на нужном месте пересмотреть интересующие вас моменты. Давайте к налогообложению физических лиц по доходам и вкладам и операциям с долговыми ценными бумагами в России. Вот к этой теме перейдем. Анну Савон я к нашему разговору подключаю. Анна, давайте расскажем об этом. Тоже очень резонансная история. Особенно, так сказать, вот коллеги-журналисты постарались, много об этом писали. Кстати, не все до конца здесь понятно. Была даже на первом этапе какая-то путаница. Да, там с миллиона в виде уже доходов, в виде этих дивидендов взымаются налоги. Но потом оказалось, что, не-не, все все правильно поняли, именно если у вас депозит миллион. Давайте вот об этом подробнее поговорим. Да, добрый день, коллеги. Я в своей части обзора расскажу об основных изменениях налогообложения процентов по вкладам в банках в России и процентов по долговым ценным бумагам. Совершенно верно. Было достаточно много разночтений и предположений. Ну, первое начну. Можно, пожалуйста, на слайды, где про налогоплательщиков и определение налоговой базы. Да, сейчас увидим. Спасибо. Как мы предполагали, после обращения президента, новой категории налогоплательщиков в налоговом кодексе не появилось. И таким образом налогоплательщиками по вкладам и долговым ценным бумагам остаются физические лица, специфика налогообложения доходов которых зависит от их налогового статуса. А именно, являются ли они налоговыми резидентами или нерезидентами в году фактического получения дохода. То, что касается налоговой базы, в отношении вкладов законодателям был сделан выбор все-таки в пользу оценки совокупного объема вкладов и остатков по счетам. Так, превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам и остаткам, номинированным как в валюте, так и в рублях, над суммой, рассчитанной как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка на первое число налогового периода войдет в налоговую базу такого физического лица. Кодексом, однако, закрепляется исключение при определении налоговой базы рублевых вкладов и остатков по счетам, по которым ставка годовых не превышает 1% налогового периода и эскроу счетов. То есть берем совокупность вкладов и остатков, исключаем эти остатки вклада, по которым ставка годовых не превышает 1% и исключаем эскроу счета. Соответственно, по ценным бумагам, наверное, сразу стоит оговориться, поскольку этот вопрос волнует многих, что механизм перевода расходов в рубли по государственным ценным бумагам остается без изменений. То есть фактически курс для перевода расходов используется на дату получения доходов от реализации. Таким образом, инвестиции в государственные ценные бумаги не теряют своей привлекательности относительно вкладов. Что же изменилось? Наверное, для простоты восприятия в своей части про изменения я буду указывать на особенности налогообложения, если они касаются корпоративных рублевых облигаций и государственных ценных бумаг, если такие особенности будут иметь место. Наиболее принципиальным изменением, касающимся обеих категорий долговых ценных бумаг, является то, что процентные доходы по ним исключаются из доходов, не подлежащих налогообложению. То есть сейчас процентные доходы по корпоративным рублевым облигациям, выпущенным после 1 января 2017 года, и государственным ценным бумагам не подлежат налогообложению. Теперь они, собственно, включены в общую массу налогооблагаемых доходов. Из специальной статьи, которая регулирует вопросы налогообложения операций с ценными бумагами, уходит исключение из дохода по операциям доход в виде процента. Что это означает? То, что при получении процента по обращающимся облигациям российских эмитентам, номинированным в рублях и выпущенным после 1 января 2017 года, процент является частью дохода от операций с ценными бумагами. Тем не менее, для государственных ценных бумаг такое исключение в нашей специальной статье сохраняется. Оно приведет к неким разночтениям. Мы ожидаем, что может привести к вопросам со стороны налогоплательщиков. В части механизма уплаты налога. Я оговорюсь об этом отдельно. Соответственно, если говорить о налоговой ставке, одним из позитивных изменений в пакете поправок, если можно, следующий слайд, пожалуйста. Так, одним из позитивных изменений в пакете поправок про налогообложение процентов по вкладам и долговым ценным бумагам стала отмена ставки в 35% к превышению установленного кодексом необлагаемого порога. Да, ушел сам необлагаемый порог, но, по крайней мере, налог будет взиматься не по максимально возможной ставке. Более того, надо отметить, что ставка в 13% к доходам по вкладам российских налоговых резидентов будет применена наряду с 13% для аналогичных доходов российских нерезидентов. В части процентов по государственным ценным бумагам и корпоративным рублевым облигациям налогообложение теперь будет зависеть от налогового статуса физического лица и будет осуществляться по стандартам для резидентов и нерезидентов ставок 13 и 30 соответственно. И важно отметить, что в отношении этого дохода процентов по вкладам и по государственным и корпоративным облигациям пока возможность снижения или освобождения от налогообложения процентных доходов на основании международного договора в текущими поправками не ограничивается. Ну и, соответственно, механизм уплаты налогов по вкладам было действительно достаточно много предположений, каким образом будет работать механизм сбора информации, кто будет рассчитывать налоговую базу. Пока по вкладам это выглядит достаточно несложно. То есть не позднее 1 февраля года следующего за отчетом банки обязаны будут представлять в налоговый орган информацию о суммах выплаченных процентов в отношении каждого физического лица, кому производились фактические выплаты процентов. За исключением информации об остатках и вкладах, по которым ставка за налоговый период не превышала 1%. Формы и форматы предоставления такой отчетности в настоящий момент уточняются, будут доступны позднее. Расчет суммы налогового по итогам налогового периода будет осуществляться налоговым органам на основании тех сведений, которые они получат от банка. Соответственно, налогоплательщик будет уплачивать налог на основании полученного уведомления от налогового органа по сроку до 1 декабря года следующего за годом получения дохода. В настоящий момент, на наш взгляд, неурегулированным вопросом остается возможность и механизм заявления налоговых вычетов в отношении таких доходов. То есть технически по кодексу нам представляется, что такая возможность должна быть предоставлена, но сейчас пока механизм этот не очевиден. Соответственно, в отношении ценных бумаг механизм уплаты налога выглядит несколько иначе. То есть мы предполагаем, что в отношении корпоративных ценных бумаг как и государственных ценных бумаг законодатель намеревался установить единый механизм, чтобы функции налогового агента определялись и исполнялись в рамках стандартной для этой категории дохода статьи 226.1 доверительным управляющим либо брокерам. Но есть один нюанс, связанный с формулировками, которые сохранились в статье про налогообложение операций с ценными бумагами, как я говорила чуть ранее. И в отношении государственных ценных бумаг мы полагаем, что нельзя исключить риск, когда лицо, выплачивающее доход, придет к выводу, что физическому лицу необходимо самостоятельно отчитываться, декларировать доход, рассчитывать и выплачивать налог с такого дохода. В этой связи, в случае, если налоговый агент придет к выводу, что он не обязан выполнять функцию по удержанию, и налог фактически уплачен не будет, то неоднозначно остается вопрос, можно ли в случае выявления в ходе проверки такой неуплаты налога взыскать этот налог за счет средств налогового агента. В настоящий момент мы бы ожидали каких-то уточнений либо разъяснений в этой связи, но мы полагаем, что такие разъяснения или уточнения еще не есть время для того, чтобы внести их в налоговый кодекс. И таким образом мы будем следить за дальнейшими изменениями законодательства, разъяснениями со стороны законодателя. Будем рады обсудить с вами влияние этих поправок конкретно на вашу ситуацию. Анна, была такая гипотеза у всех тех, кто комментировал все эти решения, что это такой, знаете, разворот определенных потоков в сторону фондового рынка. Я не буду в лоб такой вопрос задавать, но скажу так, вот если сравнивать по видам активов, скажем, рынок акций, он здесь выглядит, ну, скажем, более привлекательным или чуть более привлекательным, чем теперь депозиты, ценные бумаги с процентом по платежам, я имею в виду облигации, долговой рынок. Как сейчас выглядит рынок акций? Ну, наверное, с точки зрения налогообложения до сих пор все-таки ясности, каким образом производится налогообложение в отношении российских ценных бумаг, да, здесь гораздо больше, и вопросов, да, которые неоднозначно комментируют со стороны законодателя в отношении российских ценных бумаг возникает гораздо меньше. Поэтому я бы говорила, если там ставить налоговую эффективность, да, и риск спора с налоговыми органами при принятии решений в главу угла, то я бы говорила, что российские акции, тем более государственные облигации, которые выражены, номинированы в валюте, пока, безусловно, там в топе, да, в лидерах. Вот, соответственно, то, что касается вкладов, пока, опять же, речи про рублевую переоценку вкладов не ведется, они остаются также эффективными с точки зрения налогообложения. В отношении иностранных ценных бумаг достаточно много своих нюансов и вопросов, поэтому там, в случае выбора такого инструмента для инвестиций, нужно проводить более глубокий детальный анализ, я бы говорила. Очень понятно, очень конкретно. Спасибо, да, это я в словах запутался. Давайте дальше пойдем. Антона Шишкина к нашему разговору тоже подключает, директор группы таможенного регулирования и внешней торговли компании EY. Здесь мы не обсудили меры по регулированию международной торговли. А вопрос очень важный. Много компаний, которые завязаны именно на такой вид бизнеса, на торговлю с иностранными партнерами и ввоз сюда продукции иностранных партнеров и вывоз. Давайте вот об этом несколько слов скажем. Здесь, насколько, на ваш взгляд, много этих подводных камней? Какова ситуация? Здравствуйте еще раз, коллеги. Главная хорошая новость – это то, что таможня работает, грузы ввозятся, грузы вывозятся. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Были введены многочисленные ограничения на работу пунктов пропуска, на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию. Но эти все ограничения не коснулись транспортных средств, которые возят товары, грузовики по-прежнему через границу проезжают. Но здесь нужно, конечно, сказать, что очень много проблем в логистике. Они связаны не с Россией, не с Евразес, они связаны с странами Евросоюза, которые тоже различным образом ограничивают производство, ограничивают транзит. И большая часть, конечно, связана с этим. Здесь были вопросы от индивидуальных предприятий, которые возят оборудование компаний для сектора Хорика, ресторан-гостиничный бизнес. Например, итальянские заводы все позакрывались. Итальянское оборудование, его просто невозможно сейчас получить, но только не с территории Италии. Поэтому, естественно, если какое-то оборудование не под заказ, не за какие-нибудь промышленные миксеры и так далее, то можно поискать, конечно, других поставщиков в странах, где все еще не так печально. То же самое касается логистических маршрутов. Но очень много прибонов, с которыми, в принципе, Россия не может как-то что-то поделать законодательно. На нашей территории, в принципе, въезд и выезд машин осуществляется. Что касается таможенных проверок, аналогично налоговым выездные плановые таможенные проверки также приостанавливаются. Новые не назначаются. Я, наверное, не буду там сильно глубоко погружаться. Алексей, мне кажется, это Мисчеркович рассказал об основных принципах. Но единственное, что это не касается, конечно, внеплановых выездных проверок, которые в экстренных случаях все еще могут проводиться. Но и камеральных, документальных проверок это тоже не касается. Поэтому все еще очень важно на все запросы, которые приходят из таможни по проверкам отвечать. Причем отвечать вовремя по нескольким причинам. Во-первых, если вовремя не ответили, то таможня может вас оштрафовать. Во-вторых, они могут принять решение как бы не в вашу пользу по таможенной стоимости, по классификации. И в-третьих, если не отвечать, можно выпасть из низкого уровня риска. Да, и таможня будет чаще проверять, досматривать товары, что в текущих условиях, ну, во-первых, повлечет большие издержки. Потому что это нужно все открыто разгрузить, распаковать, погрузить обратно. Это все стоит денег на складах временного хранения. Ну и, соответственно, увеличится время доставки товаров. Если нет возможности отправить документы по проверке на бумаге, курьерами или почтой, то есть электронные адреса. В принципе, они фиксируют входящую корреспонденцию. Если какие-то там не получается вовремя отправить, нужно уведомить, что да, мы как бы стараемся, но в текущих условиях немножко задерживаемся. Если все-таки получилось отправить курьером, надо тоже знать, что некоторые таможни сейчас от курьеров без масок и перчаток не принимают отправление. Поэтому нужно убедиться, что курьер там должным образом экипирован. Иначе таможня просто у него документы не возьмет. Что касается снижения налогового времени, это снижение таможенных пошлин. Две группы товаров буквально в конце марта освобождены от пошлин. Первая группа – это товары, которые нужны для предупреждения и предотвращения коронавируса. Оттуда входит достаточно большой список. Он вступил в силу вчера. Оттуда входят различные товары для производства масок, перчаток, сами маски для дезинфицирующих средств, компоненты и упаковка. Это реагенты диагностические, шприцы, иглы, катетеры. Достаточно большой перечень товаров. Но для того, чтобы эту льготу получить, нужно получить подтверждение из Мездрава о целевом использовании этих товаров. Тогда таможня позволит вести это беспошлино. И еще одна группа товаров, которая буквально свежее решение Евразийской комиссии, оно пока в проекте, но проект уже утвержден, поэтому оно со дня на день будет опубликовано. А оно касается перечня товаров критического импорта, так называемого. Туда входят некоторые продукты питания, овощи, детское питание, соки, некоторые виды лекарственных средств и сырье для их производства, эндоскопы, а также детские пеленки и подгузники. Ожидается, что вступит в силу с 7 апреля, но будет распространять свои действия на импорт с 1 апреля. Вот эти две группы товаров, они, в общем-то, освобождаются от таможенных пошлин по решению Евразийской комиссии. Также Мишустин дал поручение таможне распространить так называемый «зеленый коридор», то есть это меньше, в общем-то, досматривать, меньше проверять на товары первой необходимости. Такие поручения, они, как правило, находят в воплощении внутренних документов таможни. Но из того, что я слышал, там лекарственные средства, медицинское оборудование уже вроде бы без задержек работает. Что хочу сказать еще, это как бы дополнительный такой зеленый коридор, но компании, которые давно занимаются импортом, экспортом и соответствуют разным критериям таможни, они, в принципе, могут иметь низкий уровень риска. Он так в народе называют «зеленый коридор». Это само по себе очень ценная вещь, потому что, когда тебя меньше досматривают и товары быстрее выпускаются, это большое преимущество для компании. Но из этого коридора можно очень легко выпасть. Там есть ряд критериев, которые блокируют на ближайший квартал зеленый коридор. Это, например, если вы не отвечаете на запросы таможни вовремя, если вы не платите вовремя доначисленные таможенные платежи, если не платите штрафы, все эти критерии, они автоматически придут к тому, что у вас уровень риска повысится и всех будут проверять. Поэтому, конечно, сейчас лучше в нем оставаться. И если какие-то таможенные там пошлины, штрафы, пение на число, лучше их заплатить. Потом можно будет отбить это все в суде путем обжалования. Также Евразийская комиссия правительства ограничила экспорт определенных товаров. Туда вошли зерновые, пшеница, рожь, гречка, соя, бобуна. Такие вот злаковые продукты питания. И запретили вывоз средств индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, ряда медицинской продукции, чтобы сохранить в стране определенные запасы на этот период. Что касается ответственности за нарушение валютного контроля, тоже Минфин выпустил разъяснение. В связи с тем, что многие компании не смогут забрать заказанные за границей и оплаченные авансом товары и оборудование. Та же Италия, если взять как пример. И не получить обратно деньги, что считается у нас нарушением валютного законодательства. И вот Минфин разъяснил, что если создалась такая ситуация, которая связана с этими ограничениями пандемии, то это нужно будет учитывать при рассмотрении ситуации. Если вины ни продавца, ни покупателя нет, то можно от штрафа и освободить за нарушение валютного контроля в этой ситуации. Ну и последняя новость касается сертификации, что если есть действующий сертификат на импортную продукцию и подошло время инспекционного контроля производства, производство находится в стране, куда попасть нельзя, то нам можно его отложить. Ну вот, наверное, из новостей у меня все. Если есть какие-то вопросы, готов на них ответить. Спасибо большое, Антон. Давайте мы... Вопросы, которые есть, они еще в догонку к тем темам, которые мы обсуждали. Я вот все оставшиеся задам, потому что мы уже достаточно долго работаем в прямом эфире, в интернете, стрим делаем. Но все равно как-то надо всех наших зрителей уважить. То есть я все равно все задам. Можем так чуть-чуть лаконичнее отвечать. Многие из этих вещей либо проговаривали, либо уже объясняли эту тему просто даже подробно. С конца начну. Вот Вадим спрашивает, продукция, в скобочках, установка, как единичное изделие, попавшее под условный выпуск. В установленный срок испытать продукцию не получается. Как продлить срок этого условного выпуска? Если кто-то понимает смысл вопроса, ответьте, пожалуйста. Ну это, видимо, касается для целей сертификации. Вероятнее всего, да. Я зачитал, но для меня сейчас это оказалось такая, поскольку я не понимаю, в каком виде бизнес идет, но такая некая абракадабра. Вы как профессионалы, может быть, поняли больше. Ну здесь вариант два. Либо обратиться письменно о продлении срока выпуска условного, либо, соответственно, вывести обратно на скидку. Если, наверное, там поразмыслить, то, возможно, еще какие-то варианты найдутся. Ну вот Вадим подтвердил. Да, мы правильно, вернее, вы правильно все идентифицировали. Так что две рекомендации даны. Наш зритель с ником Холидой, он уже который раз этот вопрос задает. Мне кажется, ответ очевиден, но все-таки от вас хотел бы услышать, коллеги. Какие последствия будут, если организация не будет пока платить налоги и соц. отчисления, если не заплатит ЗП, организация не входит в перечень пострадавших отраслей? Ну, как бы не входит, тогда это получается, в общем, нарушение закона, наверное. Да, но это не таможня, это, да, попрошу кому-нибудь, коллег, может. Да, Дмитрий, Алексей, Юлия, Ирина, да, кто, кто может. Давайте я, наверное, начну. Не выплата заработной платы, это будет нарушением требований трудового законодательства. И также хотела бы подчеркнуть, что сейчас важно понимать работодателям, это то, что идет достаточно пристальное внимание контролирующих органов, в том числе Рост труда, в отношении того, соблюдаются или нарушаются права граждан вот в течение вот этих нерабочих дней в контексте развития пандемии. Открыто достаточно много горячих линий, контролирующие органы достаточно оперативно отвечают на запросы граждан, то есть здесь, естественно, мы говорим для компаний о риске, о том, что если вы не выплатите заработную плату, то это риски того, что работники могут пойти пожаловаться, да, у них сейчас есть все для этого онлайн-средства. И, конечно же, само по себе как факт, это нарушение требований трудового законодательства. Два вопроса по лизингу, я их объединяю. Ирека Никита спрашивает, на лизинг будут кредитные каникулы для организации и автомобильный лизинг, как просить каникулы, кто может ответить? Ну, давайте я скажу, наверное, что вопрос по лизингу, он, наверное, не связан с налогами, здесь, наверное, трудно ответить сейчас. Потому что, смотрите, кто давал, с кем заключен договор, какая из лизинговых компаний, с какой вы состоите в этих отношениях. Тут очень много фактов. То есть здесь есть такие, опять же, лакуны, да, где, может быть, не все либо проработано, либо не все до конца понятно, то есть просто каждый случай индивидуален. Да. Да. Ну, тут такой, скорее, тоже вопрос риторический от Дарьи. А что делать тем, кто не относится к непрерывным? Таких большинство причем. Да, да, мы понимаем, тяжелая история. Как законно, вот Натали спрашивает, как законно сейчас можно сократить расходы на ФОД для офисных сотрудников на непрерывно действующей компании? Есть ли кто, кто может ответить на этот вопрос? Если мы говорим в целом о ФОДе, да, не говорим о заработной плате и, в частности, о том, что прописано как фиксированная оплата труда в трудовых договорах, да, конечно, компании сейчас потихоньку, вот отойдя от первых, там, таких достаточно напряженных недель, сейчас начинают об этом задумываться. Многообразие вариантов, оно в первую очередь зависит от того, из чего там складывается ваш ФОД. Какие у вас есть компенсации дополнительные, возможно, льготы какие-то для работников, на каких условиях они предоставляются. Возможно, посмотреть также на систему мотивации, какие у вас есть виды мотивирующих выплат, опять же, за что они начисляются, потому что вполне может возникнуть ситуация, что в отсутствии введения там операционной деятельности, например, да, если, опять же, это не про непрерывные, возможно, есть там законные, прописанные в ЛНА, в локальных нормативных актах основания для того, чтобы как-то поработать, да, там, с размером фото. Если говорить про непрерывно действующие и говорить про то, что они выведены из-под действия указа напрямую, при условии, что они действительно непрерывно действующие, и они продолжают свою работу в полном объеме, то ответ, наверное, здесь будет тот же самый. Если у вас стоит задача управлять расходами на персонал, в первую очередь мы говорим о каких-то дополнительных вещах, которые компания, может быть, предоставляла сверх тех гарантий, которые предусмотрены законодательством. Здесь, опять же, переговорный процесс, который зависит от того, каким образом это структурировано, где это выплата или там предоставление каких-то льгот предусмотрено, то есть это вот самое первое, куда бы я смотрела, да, и в том числе определенную популярность всегда в моменты кризисов имеет наращивание эффективности, да, то есть можно посмотреть также на свои бизнес-процессы, где, возможно, что-то можно автоматизировать, роботизировать, как-то снизить количество ручного труда, тоже, да, смотреть в эту сторону, то есть если мы говорим о тех методах, которые наиболее вот на поверхности первыми плавают, то это вот такие методы, да. Конечно же, мы не исключаем, что многие организации там в будущем будут стоять перед необходимостью проведения сокращения численности или штата, тоже такая там самая последняя, скажем так, мера, да, которая применяется в целом, когда исчерпаны все другие способы, о которых я сказала. А не изменились ли сроки уведомления при сокращении численности штата? Все так же за два месяца? Не изменились, да. Я хотела бы особо подчеркнуть, что вот все вот те новеллы, скажем так, о которых мы говорим, да, нерабочие дни, какие-то разъяснения Минтруда, нету сейчас на данный момент никаких поправок в Трудовой кодекс утвержденных, да, которые бы как-то регулировали вот возникшую ситуацию. Поэтому в отношении сокращения численности или штата та же самая процедура осталась на месте до сих пор, она в неизменном виде, за два месяца мы предупреждаем. Ну, два последних сообщения зачитаю, будем заканчивать. За один день, 6 мая, пишет Анна, все фирмы, у которых нет электронной подписи, должны сдать отчетность. Налоговая не справится с очередью, говорит она. А еще нужно в этот же день бежать в пенсионный фонд и ФСС. Что делать? Ну, такой тоже риторический вопрос. Ну, да, наверное, как бы использовать почту еще как вариант. Вот. Ну и переходить на электронную подачу, где возможно. Все-таки, да, переходить. И последний тогда задам. Дмитрий, может быть, вы тогда, возможно ли кратко перечислить перечень мер поддержки для предприятия МСП не из перечня поддержки? К примеру, наше пищевое производство может рассчитывать на поддержку. Сырье дорожает, спрос падает. Можно в конце, если есть смысл, пару слов об этом сказать. Мы сегодня фокусируемся все-таки на мерах налогового характера, налогового администрирования. Но вот, соответственно, если предприятие в список отраслей не подпадает, то на сегодняшний день, к сожалению, никаких мер поддержки не предусмотрено. Но так как определенные полномочия все-таки есть у регионов, я бы рекомендовал обсуждать эти вопросы с регионами в том числе, какие они меры поддержки в данной ситуации могут предложить. Мы знаем, что ряд регионов стали пересматривать свои законодательные акты о налоговых льготах, которые они предоставляют. Очевидно, здесь встает вопрос, прежде всего, о налоге на имущество. То есть, наверное, здесь надо в том числе обратить внимание регионов на те возможности, которые есть у них по поддержке своих производителей. Очень правильно, да. И вот Андрей пишет, я этим прям закончу, этой мыслью. Предполагаю, что будет еще какой-то более расширенный пакет поддержки. Я, в принципе, тоже в этом уверен. То есть, есть какие-то, видите, ошибки, какие-то недочеты. Соответственно, правительство будет, видимо, это все исправлять. Ну, мы надеемся на это, я почти уверен. Вот. Я благодарю всех наших собеседников, участников этой дискуссии за то, что нашли время. Мы два часа в прямом эфире отвечали на наши вопросы. Что еще важно сказать? Будет обязательно вот под уже видеозаписью по итогам нашего стрима, по итогам нашей прямой трансляции, расшифровка с тайм-кодами. Если кто-то не посмотрел с самого начала записи, не успел вообще ее посмотреть, вы спокойно можете найти интересующий вас момент и с комментарием специалиста по тому или иному вопросу. Я еще раз напомню, что мы сегодня общались с представителями компании EY, Эрнстен Янг, Дмитрий Бабинер, партнер-руководитель отдела корпоративного налогообложения в странах СНГ, Алексей Нестеренко, партнер-руководитель группы оказания услуг в области налоговой политики и разрешения налоговых споров в СНГ, Юлия Тимонина, партнер-руководитель группы подготовки налоговой и бухгалтерской отчетности, Ирина Новикова, старший менеджер департамент консультирования по управлению персоналом, Анна Савон, директор группы оказания услуг в области налогообложения частных клиентов, и Антон Шишкин, директор группы таможенного регулирования и внешней торговли. Ну и, соответственно, говорили мы сегодня о мерах поддержки, ну, прежде всего, налоговых предприятий малого и среднего бизнеса, поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Меня зовут Алексей Бобровский. Подписывайтесь на канал Росконгресса в Ютьюбе, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч. Спасибо всем за участие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!